СПОРТМАРАФОН АУДИОВЕРСИЯ КАЗАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО НЕАДЕКВАТНЫМ, НО И НАРУШАЮЩИМ, ПРИНЯТЫЕ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ НОРМЫ. Иногда подобные вещи случаются не из-за нашего дурного воспитания, а от незнания простых правил, которые существуют там, где мы оказались впервые. И сегодня мы поговорим о таких правилах в разрезе пребывания на горнолыжном склоне. Как вести себя так, чтобы заочно на вашу голову не сыпались проклятия других катающихся, и чтобы вы не подвергали риску ни своё, ни чужое здоровье. А говорить об этом мы будем с человеком, который большую часть своей жизни в зимнее время проводит как раз на склоне, и его основной задачей является взаимодействие с катающимися. Это горнолыжный инструктор категории А, а это самая высокая категория, владелец карты Изя, простыми словами, это карта горнолыжного инструктора международного класса. И помимо этого преподаватель курсов подготовки инструкторов С национальной лиги инструкторов Иван Лузин. Иван, привет! Привет, Артур! Я выше перечислил все твои официальные регалии. Давай неофициально. Сколько лет ты уже катаешься на лыжах и наблюдаешь за тем безобразием, которое иногда творится на склоне отдыхающими? Артур, я катаюсь на самом деле с пяти лет, с самого детства. К базовым каким-то вещам я начал серьёзно относиться с профессиональной точки зрения, только когда попал на курсы инструкторов. И, собственно, начал этим серьёзно заниматься. И начал проводить на склонах по 150 дней в году, в среднем там 6 часов в день. Подскажи, а сколько ты уже являешься инструктором? Я, на самом деле, относительно среднестатистического инструктора работаю недавно. Это 5 лет, 5 сезонов полных я отработал. У меня просто всё быстро очень получилось. И квалификацию повысить, и научиться каким-то вещам. А по поводу того, сколько я это всё наблюдаю? Ну, в принципе, наблюдаю постоянно и наблюдал раньше, но именно с пониманием, что конкретно не нужно делать, и что является точно безобразием. Начал это понимать только когда начал работать инструктором. Вот так. Вот сейчас ты являешься сам инструктором категории А, а также ведёшь курсы для инструкторов категории С. На этих самых курсах инструкторам преподают, так скажем, этику пребывания на склоне. Безусловно. У нас есть чёткие моменты, как нужно себя вести инструктору, как это делать не нужно. Даже свыше, сверх тех рамок, которые регламентируются 10 правилами Федерации Международной по горным лыжам. Итак, давай перейдём к вопросу о том, как же вести себя на склоне и на объектах, которые связаны с катанием. Мы понимаем, конечно, что многие катающиеся и так с этими правилами знакомы, но повторение мать учения, в нашем случае ещё и сохранение здоровья. Вот ты упомянул как раз об этих 10 правилах Международной Федерации лыжного спорта. Давай, наверное, с них и начнём. Знаешь, Артур, ты правильно сказал, что эти правила многие знают, и я бы не хотел бы наш подкаст превращать в какую-то занудную вещь, где я эти правила перечисляю. Более того, все эти правила написаны в каждой кабинке на розе хутор, перед каждой кассой каждого горно-ложного центра. Мне кажется, люди просто приезжают на курорт не читать, поэтому они их не замечают. Я просто хотел бы обратить на некоторые аспекты того, почему это нужно читать и почему их нужно знать. В этих 10 правилах ФИС обозначены главные, просто логичные моменты поведения на склоне, как правила дорожного движения, которые просто позволят вам быть здоровым и находиться в безопасности. Я вот, честно говоря, сам не помню, чтобы я эти правила читал, но то, что ты сказал в плане логики, да, понятно, если ты ведёшь себя логично и понятно на склоне, вряд ли что-то случится, да? Но для тех, у кого отсутствует логика, можно эти правила и перечислить. Там есть два правила, которые знают все. Это по поводу обгона, то есть опережения, и по поводу выбора траектории. Смысл в том, что и все эти правила трактуются как ответственность за столкновение тот, кто сверху. Грубо говоря, в этих правилах написано, что нужно правильно выбирать траекторию тому, кто находится выше по склону, и правильно выбирать траекторию обгона и опережения того, кто находится ниже. Логика из этих правил такая, что тот, кто сверху, если вдруг он въехал от того, кто снизу, то он за это ответственен. Это действительно так. Очень сложно, конечно, ехать по склону и смотреть назад, кто тебя там обгоняет, и правило действительно логичное. Совершенно верно, Артур, но многие упускают, что тот, кто едет сниже, должен скользить предсказуемыми поворотами. Понятное дело, что если вас въедут сверху, то вы можете ему сказать, брат, ну ты не прав, ты там плохой человек, да, и мы будем с тобой там судиться. Это ты сейчас очень политкорректно выразился. Обычно другие слова. Обычно все по-другому. Ну я, по крайней мере, если в меня так въезжают, а у меня это частенько происходит, то я именно так разговариваю. Но мы же не хотим, чтобы нас въезжали, правильно? Поэтому думайте о том, кто находится выше вас, и скользите там предсказуемыми одинаковыми желательно поворотами. Есть еще одни правила, которые регламентируют вообще банально простые вещи. Вот вы когда через дорогу там переходят, там люди, они же смотрят там направо, потом налево. Направо-налево? Желательно сначала налево, потом направо. Отлично. Я просто в гараже живу. Как на горнолыжном склоне это происходит? На горнолыжном склоне это правило действует следующим образом. Перед началом движения обязательно посмотрите наверх. Также бывает пересечение трасс, на которых нужно внимательно осмотреться. Бывают такие склоны. Например, вы выезжаете с синей трассы, которая пересекается с красной. Как вы думаете, по какой трассе будет больше скорость? Как думаешь, Артур? Ну, я думаю, по красной. По красной. Совершенно верно. То есть представьте, что вы выезжаете на автомобиле со второстепенной дороги, на которой скорость ниже, и с этой второстепенной дороги на автобан. Соответственно, вы будете аккуратны перед тем, как выехать на шоссе. То же самое и здесь. Нужно просто смотреть и быть внимательным. Многие отдыхающие, если мы говорим о курортах, тем более, переходят в режим недумания, в режим отдыха. Это нормально, но я бы все-таки призывал быть чуть более осторожным. Ты вот упомянул тут ранее о том, что кто-то на кого-то может подать в суд. А вообще, насколько часто судебная практика в таких столкновениях происходит? И есть ли у тебя какие-то примеры, о которых ты можешь рассказать? Примеры есть. Вообще, чтобы вы понимали, эти 10 правил ФИС, в которых придерживается весь мир, в некоторых горнолыжных странах, в которых это очень давно развито, они находятся на уровне законодательства. А как в России? Есть реальный случай. Я знаю лично, у нас есть преподаватель национальных инструкторов. Он участвовал как свидетель в судебном процессе. То есть как свидетель, как эксперт, специалист. Так вот, судебное решение выносилось именно по вот этим как раз 10 правилам. Я, конечно, не юрист, но могу предположить, что тут в ход действовало 15 статья Конституции, которая говорит о международных нормах. Они к этим международным нормам относятся. Но это мои предположения. Но суть следующая, что несоблюдение этих правил использовалось в реальном судебном процессе на территории Российской Федерации. Конкретный какой-то пример судебной практики? Я, честно, не в курсе. Я в таких процессах не участвовал. Но там суть в том, что один человек въехал в другого, и тот получил травму, и было какое-то разбирательство. Я ни в коем случае не призываю там судиться. И более того, я призываю просто всех ездить максимально аккуратно и решать максимально этично и культурно все вопросы. Но я говорю о том, что эти правила все-таки нужно почитать. Да, если правила существуют, это не просто правила, которые кто-то написал на стене. У этих правил есть международная юридическая основа. В случае, где нет российского законодательства, можно пользоваться международными нормами, то за этими правилами может быть реальная ответственность. Поэтому правила эти лучше не нарушать. А если нарушать, то со всей ответственностью. Понятно, что есть правила, какие-то написанные кем-то и размещенные где-то, мы можем их почитать, с ними ознакомиться. Но что на склоне есть еще такого, что помогает катающемуся ориентироваться, грубо говоря, в пространстве и во взаимодействии с другими катающимися? Если переводить в очередной раз правила дорожного движения, на горнолыжных склонах, так же, как и на дороге, есть знаки. Так же, как и на дороге, многими эти знаки игнорируются. Если приводить ту же аналогию с правилами дорожного движения, то, как и на дороге, на горнолыжных склонах присутствуют знаки. Знаки выставляют их, они там стоят по-разному. И многими они исключительно игнорируются. Причем даже еще больше, чем на дороге. Есть ли в этих знаках такое деление, как дорожные знаки, ограничивающие, предупреждающие и запрещающие? Все верно, совершенно верно. Есть много разных знаков, их там тысячи. Я говорю тысячи, это не значит, что их все надо учить. Они все понятны. Там нет ничего такого, что могло быть непонятным, если ты не знаешь, как, допустим, правила дорожного движения, где мы эти знаки учим в автошколах. Давай примеры самых распространенных знаков, которые практически на всех курортах можно встретить. Вот есть знак «трасса закрыта». Самый, наверное, игнорируемый знак. Вот если она закрыта, это значит, туда не нужно лезть, потому что причин, из-за которых эту трассу закрыли, может быть масса. Но я же аккуратно. А причин, может быть, масса. Может быть, там работает техник. Возможно, там какая-нибудь повышенная лавинная опасность, потому что ситуации бывают разные, температуры бывают разные. Те трассы, которые еще вчера были безопасные, там за сутки изменилась погода, в любой момент это все может сойти. Очень подробно, кстати, о лавинной безопасности мы поговорили с Максом Панковым. Это лавинный синоптик курорта Красная Поляна. Ну, это бывший горкий город. И там прям вот целый час мы говорим о лавинах. Тем, кто любит ездить по трассам, на которых написано «катание на трассе запрещено», вот нужно послушать, наверное, вот эту серию про лавинную безопасность. Я бы еще советовал бы к Максу Панкову все-таки сходить на лекции, а еще лучше сходить тем, кто любит выезжать за пределы трассы, все-таки еще и сходить на какой-нибудь альпин курс. Поверьте мне, вещь очень важная, и голова встает на место. Итак, знак «хорошо, трасса закрыта». Еще какие знаки мы можем увидеть на склоне? Допустим, знак «снести скорость». Он не просто так стоит. Там может быть все, что угодно. Обычно такие знаки стоят, допустим, перед серьезным перегибом. Потому что, ну, бывают такие трассы, когда ты едешь-едешь-едешь, да, скользишь спокойненько, там определенный уклон, а потом уклон резко становится другим. Допустим, на курорте Розахутора есть такая трасса «женский олимпийский спуск». Есть участок чуть выше отметки 1600, где как раз-таки такой знак стоит. Там написано «либо снести скорость, либо осторожно крутой спуск». Смысл в том, что вы скользите по небольшому склону, да, определенной крутизны, а потом этот склон резко обрывается вниз. И поверьте, даже многим инструкторам там достаточно некомфортно кататься, а я уж не говорю про то, что погода на Розахуторе бывает такая, что склон может быть очень жестким. Каждый день мы наблюдаем, как по этому склону скользят на спине, на боку, на бедре, на животе, на руках, в общем, на всем, чем угодно, но не на горных лыжах и сноуборде. Назовем это «фигурное катание по склону». Мы, кстати, просто спортмарафоном снимали, там, видеоурок как раз катания по красным и черным трассам, и там очень много видео у нас оператор наснимал, то, как люди по этим склонам, на которых я учу кататься, просто скользя там, падают. Там даже, по-моему, есть видео с нашим оператором, с одним, кто у нас там проехал. Есть ли такое правило по установке знаков? Они стоят справа от трассы, слева от трассы, или здесь другой принцип? Главное, чтобы знака было видно. На самом деле, четких правил, если они есть, их знают, и ими следуют работники курорта, именно работники службы трасс. Я в этом не специалист, поэтому говорить на эти темы я, наверное, не могу, просто скажу, что они ставятся в зависимости от ситуации. Те знаки, которые нужно точно увидеть в то время, когда ты едешь, они стоят, могут быть посередине. Там разные, это может быть какая-то лента натянутая, безопасная, там, на тонких палочках. Какие-то знаки могут стоять по бокам. Я бы хотел обратить внимание на маркеры, которые стоят по бокам трассы. Ты можешь заметить, если будешь кататься, что по бокам стоят такие палочки, которые очень хорошо видно, даже когда облако налетает на гору, и становится такое молоко, что даже там за 3 метра ничего не видно. Поэтому это называется маркер. Да, маркер. Более того, потому как эти палочки окрашены, можно понять, с какой стороны трассы ты находишься. То есть, допустим, выехал ты за нее или нет. Я не просто так упомянул эти палочки, я категорически призываю за эти палочки не заезжать. Потому что с палочками начинается внетрассовое катание, и вы переходите там под свою ответственность. Но конкретно по катанию внетрассы я бы чуть попозже поговорил бы. Помимо маркеров, по краям трассы очень часто бывают ограждения, но не везде. В каких местах ставится ограждение и почему? В определенных местах натягивают прямо сетки. Вы понимаете, с сетками весь курорт не обставишь, потому что их регулярно нужно снимать, их же снегом засыпает, правильно? И потом ставить заново. Представьте, вот вы руководите курортом, да, и вот вам нужно сделать так, чтобы люди не заезжали в какие-то места. В какие-то места вы хотите, чтобы люди не заезжали, а в какие-то очень хотите, чтобы они вообще не заезжали. Именно в эти места вы поставите сетки. То есть это прямо очень опасные места. Пример, приведу место на курорте Розе Хутору. То есть те, кто были, могут вспомнить, как только они выходят на Розе Пик, поворачивают направо и едут там на северный склон. Вот прямо вот первый вот этот начальный спуск, справа вы увидите, там стоит сетка. Ее даже в три ряда там ставят, в два ряда, максимально плотно, чтобы люди там не лезли. И люди все равно некоторые лезут, там крутые, типа фрирайдеры, там мощные ребята. Но я же аккуратно. Я же аккуратно. И там же что, до трассы-то рядышком. А смысл в том, что за этой сеткой, во-первых, очень крутой склон. Во-вторых, естественно, склон неподготовленный, лавина опасный потенциально. А потому что если у нас лежит снег, то склон точно лавина опасный. Если снег и человек присутствуют. А не обязательно. Может само по себе сойти. И самое главное, там находится газокс. То есть это система, благодаря которой взрывает лавины. Вот рядом с газоксом, мягко говоря, кататься вообще не советуется. И так можно вот это правило общее свести к тому, что если на склоне вы видите знаки, предупреждения, ограничения, ни в коем случае нарушать подобные вещи нельзя. Совершенно верно. Понятно, что у нас есть разные категории трасс на склоне. Черный, красный, синий, зеленый. Да? Четыре. Четыре, да. В зависимости от того, на какой трассе человек находится, можно ли привести примеры, чего нельзя делать на определенных трассах. Тут, наверное, лучше сказать, что делать нужно. Потому что чего нельзя делать, допустим, на крутых склонах, это мы сейчас начнем разговаривать про технику катания. Я попробую в общей принципе, чтобы просто для общего понимания высказаться. Есть у нас одно из десяти правилов из, что нужно выбирать склон по своим возможностям. Ребята, учитесь кататься. У нас сейчас уровень инструкторов серьезно вырос. Мы можем там учить любым вещам, начиная от плуга, естественно, и заканчивая там рейсовыми дисциплинами, спортивными и фрирайдом. И делать это методично и качественно, с пониманием дела. Если вы хотите кататься на крутых склонах, возьмите хорошего инструктора. Вы получите гораздо больше удовольствия, если научитесь правильно кататься. Вспоминая то, как мы видео снимали, там очень много падений. Люди заезжают на крутые склоны, сноубордисты пытаются скользить на заднем канте, а не на всех склонах так получится, между прочим. Лыжники пытаются там чуть ли не пешком спускаться, но наверх тоже не хочется. В общем, всячески наблюдая каждый день в сезоне, как в крутых склонов люди просто спускаются на попах. Если человек выбрал себе для катания черную трассу, но уже находясь наверху, понимает, что не сможет он здесь ехать, что ему делать? Для таких случаев есть элементы, которые называются боковое со скальзыванием, допустим, на горных лыжах. То есть это техника, благодаря которой можно совершенно безопасно преодолеть крутой склон. То есть мы этой технике учим на начальном этапе обучения, чтобы человек, даже если он случайно выехал на крутой склон, мог его преодолеть. Но это если вы только занимались инструктором. То есть так друзья вряд ли вас этому научат. Ну она простая техника, но она преподается именно инструкторами. А спускаться по склону пешком? Можно, но если мы возвращаемся к 10 правил физ, то это нужно делать только с краю трасс. Но поверьте мне, на некоторых склонах спускаться ой как не хочется. Просто на лыжах надежнее стоит. А съехать на спине или на попе? Ну можно, но кто вас знает, куда вас приведет ваша попа или спина? Вот очень частое развлечение сноубордистов это ездить на сноуборде, сидя на нем. Инструктор это тот человек, который на курорте является примером. И в таких случаях, когда я такое вижу, я подъезжаю к таким ребятам и провожу небольшую лекцию, почему это не нужно делать. Все-таки можно в кого-нибудь случайно въехать и кого-нибудь травмировать. Я уж не говорю о тех случаях, когда кто-то просто не удержал доску, там да, расстегнутый зачем-то, и она со всей скоростью несется по склону. Ну это снаряд смерти, и тут как бы надо быть аккуратным. Остерегайтесь несущихся без сноубордистов сноубордов. Был такой случай, очень смешной. Я работал на Газпроме, стоял у подъемника внизу, там у нас очередь была. И я смотрю, летит сноуборд. Обычная ситуация, кто-то не удержал сноуборд, и он летит вниз. Но самое интересное, что сноуборд был вместе с ботинками. То есть летел сноуборд, и в креплениях стояли ботинки. Да, сразу возникает куча вопросов, но вопросы отпадают, когда мы увидели бегущего босиком в носках мужика вниз, который бежал за этим спортом. Я не знаю, как так получилось, но он из них, видать, выпал. Очень интересно произошло, да, наверное. Самое главное, что нужно делать на черных трассах, или там на крутых склонах, любых, да вообще на любых это поворачивать. Как бы это странно ни казалось, я призываю всех поворачивать, и не ездить с Толиварскими поворотами. Что такое Столиварский поворот? Просто, вы все знают, где находится Челябинская область, правильно? Ну, ты же знаешь, Шатур, там очень много горнолыжных курортов и горнолыжных школ, ну, в смысле, спортивных. Там это очень развито, это не умерло, там все живет и процветает. Также в Челябинске есть много металлургических заводов. И на протяжении многих лет, и даже сейчас мне говорят, что, в общем, ну, суровые челябинские мужики с заводов приезжают кататься на горных лыжах. Ну, естественно, там никто инструктора не берет, там нигде не учится. И что они делают? Они летают на прямых лыжах вниз. Поэтому такую траекторию называется Столиварским поворотом. Вот. Поэтому, как бы вам не нравилось набирать скорость, там, летать на прямых, поверьте мне, это навык достаточно серьезный, сложный и небезопасный. Есть действительно примеры смертельных случаев, когда, там, один врезался человек в другого. Поэтому, ребят, поворачивайте, контролируйте скорость, как бы занудно это ни звучало. И все-таки перед поворотом можно хоть немножко повернуть голову в сторону, чтобы убедиться, что никто тебя не обгоняет на прямых лыжах и не совершает тот самый Столиварский поворот. Там бывают такие снаряды летят, что ты вроде посмотрел наверх, никого нету, а начинаешь движение, и этот орел, его называют еще лом и вылетает на прямых лыжах, создает нервное напряжение, мягко говоря. Когда человек решил выйти на самую трудную черную трассу, чему инструктор будет его учить на этой трассе? Артур, давай я тебе вопрос задам такой, вопрос на вопрос. Как ты думаешь, на каких, вот лично по мне, опаснее трассах, черных или зеленых? Ну, понял, да, что вопрос с подвохом, то есть... Ну, вообще, да, я задумался, в принципе, где тебе будет страшнее, среди новичков или среди профессионалов? Смотрите, я эксперт на уровне, инструктор, там, да, я учу как раз-таки кататься на крутых склонах в любых условиях. То есть все, чему можно делать на горных лыжах. Мне страшнее на зеленых трассах, чем на черных. Объясни, почему? Да. Потому что на черно-крутых склонах, как правило, народу мало. Те, о ком мы говорили с тобой до этого, о тех, кто там катается там попой, их на самом деле немного. И гораздо мне лично опаснее и страшнее, и глаз у меня дергается, это как раз-таки зеленые трассы, особенно очень оживленные. Потому что там очень много народу, и не все берут инструктора. И на прямых лыжах там тоже летают. Там, конечно, скорость них поменьше, но толкновение тоже достаточно неприятно. Ну, есть же на курортах отдельные инструкторские склоны. Они относятся к зеленым, или все-таки зеленая трасса, она открыта для всех, а учиться можно и там, и там? Нет, есть учебные склоны. Действительно, на некоторых курортах они закрыты только для занятия с инструктором. Но количество таких курортов, процентов 10 можно, 5%. То есть, по факту, учебный склон не обязательно, чтобы там кататься только с инструктором. Хотя такие тоже есть. Я это просто к чему? Я когда с людьми общаюсь, да, разговариваю, там, почему, допустим, без шлема на занятия пришли? Они говорят, ну я же аккуратно, я же медленно катаюсь. Ну ты-то медленно, а другие-то не медленно. Не важно куда, там, черные трассы, или фрирайд, или зеленый склон, синие трассы, учебный склон, не важно. Я одеваю полностью защиту, обязательно шлем и защиту на спину. И всех к этому тоже призываю. Я просто замечаю такую тенденцию, чем взрослее и опытнее инструктор, тем больше защиты на нем надет. При том, что, как правило, те, кто более выше, там, уровень, да, по квалификации, там, лучше едут, там, мастера, они ездят в защите. А те, кто там, допустим, недавно работает, или там, допустим, не очень хорошо катаются, они как-то защитой пренебрегают. Но до поры до времени. Какие-то правила по поведению на зеленых трассах, помимо того, что у вас должна быть защита, и там, естественно, не нужно делать трюков на очень высоких скоростях. Какие еще могут быть правила? Все те же самые, 10 правил физ, которые и на других склонах. Вообще все те же самые, никакого отличия нет. С правилами поведения на трассах более-менее понятно, но до того, как мы попадем на эту самую трассу, наверх, нам нужно пройти еще одно испытание. Это испытание называется подъемник. И, конечно, по-моему, самое интересное на курорте – это смотреть, как сноубордисты пытаются подниматься на бугельном подъемнике. Я сам через это проходил очень много раз, когда я начинал кататься. Но давай поговорим о том, что делать на подъемниках, чего нельзя делать на подъемнике ни в коем случае. Я затрону два момента. Первый – это все-таки моменты безопасности. А второй момент – это моменты этические. Безопасность – это всегда немножко скучновато. Ты просто начинал, когда наш разговор, я помню, с такой фразой о том, что что нужно делать или не делать для того, чтобы на вас не сыпались проклятия. Так вот, самые основные проклятия как раз сыпятся на подъемнике. Причем там, неважно, лыжник, сноубордист. Там много моментов есть плохих, нехороших. Я начну с самого главного. Момент, который и на этическую момент, да, какую-то моральную составляющую влияет, ну и на момент безопасности. Вот по лыжникам. Есть такая штука – палки замечательная. Прекрасная вещь, очень люблю палки. Человек же, он ничего плохого не хочет сделать, да, этим самым. Он просто невнимательный. И он этими палками машет. То есть нет какой-то культуры. Почему это опасно? Во-первых, это неприятно, если вас палкой укольнут куда-нибудь в живот или в ногу, правильно? Во-вторых, в очереди часто бывают дети. Так вот, я когда занимаюсь с детьми, я всех на подъемнике заставляю одевать очки. Там неважно, жарко, не жарко. Потому что всякое бывает. И если у меня ребенок лишится глаза, он будет, мягко говоря, ну, нехорошо. Согласен, да, Артур? Да. Есть момент воспитания. Я давайте им, наверное, поделюсь. Ну, это мой личный такой момент. Как я делаю? Я просто нашел для себя самый такой рабочий способ, как людей перевоспитать. Потому что мне в таких моментах нет задачи показаться важным каким-то, да. Мне самое главное, чтобы человек так больше не делал. Если я вижу, что человек передо мной машет палками, да, у кончики палок передо мной, допустим, махают, я беру своими палками и со всего размаху очень сильно бью по его палкам. Так, чтобы у него же в руке прям немело, я не знаю, там задрожало и там было больно отдалось. Ты очень отважный инструктор. Нет, подожди, ты послушай, что дальше. Человек обычно как бы, ну, испуганно оборачивается, неважно, кто там. Просто это, представьте, по палкам резко ударили. То есть они неожиданно с ним оборачиваются. Я очень нежным, ласковым голосом, позитивно говорю. Уважаемый, ну, не могли бы его палочками не махать? Ну, вот чуть в глаз там не попали. Максимально нежно. И почему-то люди после этого, я просто замечал, я проверял, работает это или нет. Люди почему-то перестают. Ну, это метка, нутая, пряника, да? Ну, в общем, да. Просто так, чтобы человек запомнил. И при этом у меня нет задачи, говорю, опять же, негатив вызвать. Мне главное, чтобы человек так больше не делал. Что еще люди делают со своими палками на подъемниках? Что может раздражать других катающих? Да, на самом-то деле особо ничего. Единственное, когда люди садятся еще на подъемник, допустим, кресельный, они их, бывает, не туда засовывают. И сначала, не подумав, куда они их денут, потом в какой-то момент начинает сложности возникать с тем, как рамку опустить там, как сесть. Там обычно люди руководят на подъемниках, как садиться. Но, бывает, из-за этого просто встает там весь подъемник. То есть, грубо говоря, там 200 кресел там, да, или сколько там, 100 кресел там встают. И там несколько минут там никто не поднимается, потому что кто-то неправильно взял палки. Ну, это такой обычный момент. Просто лишь бы неприятных не возникало. Потому что всякие бывают ситуации, куда эти палки попадают. Ну, может, не очень хорошо все закончится. Нужно заранее думать о том, куда ты на подъемнике пристроишь свои горнолыжные палки. Это касательно лыжников. Вот, касательно палок. Мы же еще сноубордисты жестче бывают. Некоторые сноубордисты, им лень, допустим, отстегивать одну ногу, если мы говорим о кресле на подъемнике, и потом наверху ее снова встегивать. И они там пытаются на двух встегнутых ногах на сноуборде как-то допрыгать, доползти, я не знаю, до этого подъемника. Это мы, кстати, про этический момент. Пока они до этого подъемника доползут, они поцарапают там 10 пар лыж. Потом еще, знаете, там рамка же такая штука. Ну, не рамка, точнее. Как турникет, когда все встают, да, и такая створ открывается, и, допустим, 4 человека выезжают на какую-то линию, да, подъем. Доска, ну, доска, она просто чуть меньше скользит, чуть хуже, да, на этих вещах. И она не так далеко уезжает, как, допустим, лыжник. И они в итоге находятся все на разном уровне. А сноубордист на двух стегнутых ногах, он что, у него задача-то выполнена, сейчас кресло подъедет, и я поеду. Он же остальных, об остальных, бывает, не думает. Ну, я не про всех, но такие люди бывают достаточно. Что происходит, значит? Лыжники стоят чуть спереди, например, да, а сноубордист один, допустим, чуть сзади. Когда кресло, ну, не все же там замедляющиеся есть подъемники. Есть и такие более старые, там, модели кресельных подъемников. Когда кресло приезжает под попу этого сноубордиста, оно немножко все равно раскачивается назад. И впереди стоящим оно уже прилетает с чуть больше скоростью. Может быть, очень, как минимум, неприятно, а могут даже какие-то травмы возникнуть. Давайте на подъемниках мы все должны выстроиться в одну линию, что все с одинаковой силой сели на кресло. Твоя рекомендация людям, катающимся на сноуборде, отстегивать сноуборд при перемещении на подъемник? Одну ногу. Строго одну ногу. То есть двумя отстегнутыми тоже нельзя. Почему? Ну, это правило курорта, потому что всякое бывает. Держа в руках сноуборд, его можно случайно выронить, и он приземлится кому-то на голову, кто едет внизу. На самом деле, любая моя рекомендация вообще придерживается одного принципа. Думайте не только себе, а еще и остальных. Ну, в общем, мы разобрались, как стоит себя вести в очереди на кресельный подъемник и как на него правильно садиться. А есть еще другие подъемники, ну, вот, например, кабинки. Есть ли там какие-то правила, о которых бы ты хотел сказать, исходя из своего опыта катания? На самом-то деле, посадка в такие типы подъемников проходит под чутким контролем рабочего персонала. То есть они говорят, и как лыжи засунуть, и, бывает, там помогут, а могут и вообще резко скомандовать. Так, ты лишний, ну-ка быстро там наружу. То есть все происходит достаточно быстро. Это, давайте так, подъемник – это дополнительное место опасности. Вот, техническое. Но есть одна вещь, о которой я бы очень хотел поговорить. Знаете, есть такая не очень хорошая привычка у некоторых людей, допустим, заходя там в вагон метро, вставать у входа там, да, и мешать. То есть они не проходят внутрь, а стоят у входа. На следующий выходить, ну. Или, допустим, автобус в аэропорт. То же самое там, да, в аэропорту. Вместо того, чтобы пройти внутрь, человек встает у входа и мешает пройти внутрь всем остальным. То же самое почему-то происходит и на подъемниках гондольного типа. Ребята, когда вы садитесь в кабинке, проходите вы вглубь. Не торопитесь обязательно подниматься со своими друзьями. Вы на подъемнике тратите очень мало времени. Бывает просто человек, где заходит в кабинку и садится прямо у входа. Якобы ему так удобнее. А там кабинка это достаточно непросторное место. И пройти внутрь уже гораздо тяжелее. А время, за которое можно вообще зайти в кабинку, оно ограничено. То есть через какой-то момент, там же нет никаких автоматических, да, систем, ну, как бы определений. Этим контролируют люди. И люди не всегда могут, допустим, среагировать. Если ты не успеешь там зайти, то двери там закроются, тебя там прижмет. Все что угодно может произойти. Ну, а это такой дополнительный фактор. Во-первых, он не очень красивый, потому что не очень удобно. И он создает такой небольшой момент небезопасности. Мое пожелание все-таки, ребят, проходите внутрь. Есть еще один такой не очень хороший этический момент. Он тут уже в данном случае только этический. Бывают ситуации, когда, представьте, стоит, допустим, роза хутор, да, какой-нибудь курорт. И стоит, ну, неважно какой курорт, и вот кресельный подъемник. Книжок падает, люди в очереди. Люди в очереди. То есть большая очередь, люди стоят там на подъемнике 15 минут, чтобы просто подняться наверх. Ну, никому очереди не нравится. Никто не хочет стоять в очереди, все хотят кататься. Человек, значит, простояв 20 минут в очереди, создает следующую ситуацию. Допустим, четырехместная креселка, да? И вот регулярно такое наблюдаешь, как на четырехместное кресло садятся двое. То есть, допустим, двое уезжают, а ты говоришь людям, которые за ним стоят, ребят, а вы чего не садитесь, там же еще два места. Они говорят, а мы втроем хотим. Да господи ты, боже мой, там на этом подъемнике, ну, пять минут подняться. Ну, можно ведь друг без друга потерпеть немного. Ну, не могут люди расстаться на эти пять минут, они же вместе приехали отдыхать. Вопросов нет, это прикольно. Там на креселке подниматься, там смотреть на виды и разговаривать. Ну, если вот не получается так, ну, можно же иногда потерпеть. То есть, мы же, получается, сами себе создаем проблемы. То есть, мы жалуемся на очереди, которые сами же и создаем. То есть, грубо говоря, после меня хоть потоп. Вот я отстоял очередь 20-минутную, да, и я могу делать все, что захочу. И плевать, что там кто-то в эту очередь 20-минутную подъехал. Не хотите стоять в очередях, сами эти очереди не создавайте. Совершенно верно. С подъемниками тоже все понятно. Я надеюсь, эти правила будут полезны и новичкам, и профессионалам, которые катаются регулярно. Не затронули мы с тобой такую тему, как внетрасовое катание. Оно тоже иногда присутствует на курорте. Иногда люди все-таки выезжают за предупреждающие знаки. Вот правила, которые, если уж человек выехал покататься вне трассы, какие он должен знать и не нарушать. Я бы советовал бы вне трассы вообще не выезжать. По поводу правил, Артур, я хотел, чтобы у нас беседа достаточно позитивная, какие-то веселые случаи рассказать, но в данной теме без шокотерапии никак не получится. Давай, я не буду тебе отключать микрофон. Начинай. Если вы хотите кататься вне трассы, заниматься фрирайдом, в пист выкатывать, там бугры или еще что-то, во-первых, нужно посетить специальные курсы. И я сейчас говорю не о курсах катания, поэтому у вас научат любой инструктор, ну не любой, там достаточно квалификации. Я говорю о курсах лавинной подготовки. Не важно, там за метр вы уезжаете за маркеры или за километр. Если снег есть, то есть и лавинная опасность. Она присутствует даже на трассах, где вы катаетесь, но минимальная. То есть это безопасность обеспечивает лавинной службы. Но если вы заезжаете хотя бы чуть-чуть за маркер, там зона ответственности курорта заканчивается. Вот, Артур, как ты думаешь, сколько снега нужно, чтобы тебя засыпало насмерть? Мне ты можешь эту тему не рассказывать. Я брал интервью Макса Панкова, я знаю, что 20 сантиметров снега достаточно, чтобы я из него не выбрался. Ну, грубо говоря, ведра. Да. Не поверишь, я не знаю, рассказывал ли Макс, но я конкретно знаю случаи, когда человек попадал в колодец. Ну, как бы колодец, это такая, знаете, может, видели в лесу, там на уклоне, под деревом, когда снег чуть-чуть тает, там образуются такие, ну, как бы колодцы, в общем, без снега. И когда там сноубордист, грубо говоря, упал головой в этот колодец, его подсыпало снегом, и он задохнулся. Просто из-за того, что ему голову чуть-чуть засыпало снегом, он не смог выбраться. И таких случаев масса. Есть конкретный случай, там, на одном курорте, не буду говорить конкретно на каком, инструктор заехал за 2 метра, просто чуть-чуть за маркеры, и его засыпало. Ему очень повезло, потому что недалеко от него тренировалась группа по спасработам по лавинам. Его откопали за 16 минут, парень такой выбрался, говорит, а, ну, ладно, что, лавина и лавина. Через 3 дня, правда, запил, понял, что с ним произошло. Вне трассы нужно кататься только организованной группой, только с лавинным снаряжением, и более того, это лавинное снаряжение нужно уметь применять. Им нужно пользоваться и регулярно тренироваться это делать. Биппер, щуп и лопата. Минимальный набор, самый минимальный. Я откровенно скажу, ну, у нас, допустим, на категорию, да, у нас есть как технический экзамен, как экзамен по методике и теории, ну, и у нас есть еще и другие экзамены, такие, как мы едем в спортивную дисциплину по нормативу и проходим в альпинистскую подготовку, то есть альпинкурс, который мы как раз разбираем и спасработы, и лавинку, и то, как вести группу, полиспас небольшой, и работа там с веревками, системами и так далее, и тому подобное. Я честно признаюсь, четыре сезона, прокатавшись в Красной Поляне, а мы, то есть, ну, что у нас, мы инструкторы, мы же катаемся много там, а свободное время появляется, мы куда-нибудь в Нитраске, фрирай, там, пухлого подавим, ребятки там покайфуем. До альпинкурса я понял, что все это делал настолько бездумно, вот просто как вот дурак, вот неправильно. Своей жизни вообще, ну, я здесь не ценил. То есть, только съездил на альпинкурс Сергея Веденина, который у нас в Национальной Лиге Инструкторов его ведет, голова встала на место. Что, почему и как? Я не буду долго рассказывать про этот курс, это вообще стоит отдельного разговора, какие эмоции, знания мы там получили. Суть в том, что я теперь никогда, никогда не выйду во вне трассы, если у меня не будет полного лавинного комплекта и группы надежные, которые тоже у всех есть лавинный комплект, лавинное оборудование, и которые умеют им пользоваться, как он мне уверен. Вот никак по-другому. А какие лыжи там, широкие, не широкие, вообще не важно. Наверное, новичкам, которые задумывались о том, можно или нельзя кататься вне трассы, нужно сказать одну простую вещь. Вне трассы за вас отвечает никто, только вы отвечаете за себя. Если вы выезжаете туда один, то вы один на один можете остаться с теми проблемами, которые могут там возникнуть. Курорт тут будет ни при чем. Я не просто так сказал про группу. Обязательно должна быть группа. Важно понимать, что спа-службы на курорте вряд ли смогут быстро вас вытащить. Если вы будете один кататься и вас засыпет, да никто может этого даже не увидеть. Даже если вокруг будет куча народа. Совершенно недавно случай произошел на Эльбрусе, когда там двое ребят спускались, катались, один уехал чуть вперед, и его засыпала лавина, второй, который был сверху, этого просто не увидел, проехал мимо, выехал на трассу. Ну что, он там подъехал, кому-то спросил, типа, ну где у меня там, не проезжал? Он говорит, ну проезжал кто-то. Ну он подумал, что друг у него просто уехал, а друг рядом лежал в лавине и умирал. То есть такие случаи есть. Допустим, даже если вы в группе и катаетесь, и вас засыпало, и кто-то из группы позвонил в спа-службу, точно объяснил, где это на вас засыпали. И это место, в которое можно быстро добраться. И лавинная служба быстро выехала, и быстро добралась. Пока она все это сделает, пройдет, допустим, 20 минут. Вот если прям очень все резко и быстро. Есть статистика, благодаря которой выше 15 минут, если человек лежит, то шансы там стремятся очень к низкой отметке выжить. Есть просто такая иллюзия, что снег это что-то очень пушистое, очень мягкое, и когда вас накрыло этим снегом, вы можете очень просто из этого снега выбраться. Это не так, потому что во время того, как сходит лавина, снег сжимается, он становится более плотным, а температура растет, он начинает подтаивать, и это уже плотная снежная масса, которая просто не пропускает кислород, и дышать под снегом очень затруднительно. К тому же есть опасность задохнуться своим же углекислым газом, который вы выдыхаете. Там на самом деле гораздо больше вариантов того, как можно погибнуть. Если вы выжили во время схода лавины, это уже хорошо. Артур, вот ты говоришь про то, что он там обязательно плотным становится. Есть же хороший эксперимент. Допустим, на том же Альпинкурсе мы друг друга закапывали, то есть вызывались добровольцы. Это вообще делается не для того, кого закапывают, а для группы, чтобы они еще память почувствовали, каково это тактильно попасть в тело человека. Ну, я вызвался закопаться. Меня закапывали свежим пушистым снегом, который не трамбуется, ничего. Поверь, ощущение отвратительное, ужасное. То есть меня закопали на там 40-50 сантиметров, и потом чуть-чуть придавили. Я не мог двигаться, я был весь напряжен, при том, что я понимал, что мне нужно расслабиться. Я при том, что оставил себе немного места для кислорода, небольшой такой мешок, мне было тяжело дышать, потому что меня легонечко коленками сверху придавили, утрамбовали, чуть-чуть. И меня настолько сильно вдавило, что мне просто не мог живот куда-то расшириться. То есть мне физически я не мог дышать. Ощущения были, еще раз повторюсь, отвратительные. Панических атак, конечно, не было, но расслабленным я себя назвать не мог в тот момент. И это при том, что я знал, что вокруг куча ребят с лопатами, которые меня в любой момент выкопают. А у меня есть там, я в руках щуп держал наверху, то есть если что, я мог подать сигнал там, то третий вызвался закапываться, его только начали закапывать, он спрыгнул, сказал, нет, не надо, все, хватит. Я скажу, что это еще один момент, когда лично мне нужно было это, я прям хотел, чтобы четко понимать, вообще для чего это нужно. И голова встала на место, вечером очень долго думал. А это те ощущения, которые испытал, возможно, одна пятисотая того, что происходит с человеком в лавине. Ну что, давай, может быть, перейдем к какой-нибудь более веселой теме, потому что ты, конечно же, уже всех наших слушателей напугал внедрассовым катанием, но все-таки да, ребята, если вы захотите покататься в нетрасс, вам нужно пройти желательно лавинные курсы, иметь полностью снаряжение щуп, бипер, лопата и желательно рюкзак антилавинный. Конечно, кататься там не одному, а в группе и желательно с опытным инструктором. И вот как раз давай перейдем от сложного лавинного снаряжения к тому снаряжению, с которым мы, собственно, катаемся, потому что есть ошибки уже на этапе подбора обслуживания снаряжения. Какие здесь наиболее частые вещи, люди, за которыми не смотрят или не думают, что за этим нужно смотреть? По поводу изначального подбора снаряжения, наверное, мы это ставим все-таки там, ну не знаю, продавцам или инструкторам, профессиональным консультантам. Ну, это просто отдельная, очень широкая тема. Я единственное, давайте я скажу про те вещи, которых люди забывают чаще. Я расскажу про сервис. Если у вас есть свое оборудование, за ним нужно следить. Я не говорю о том, что с них нужно пылинки задавать. Все-таки лыжи – это рабочий инструмент, который имеет свойство изнашиваться. Я говорю о конкретных простых вещах. Конты нужно точить. Вот вы не поверите, приезжают люди, которые много лет катаются, и такие, когда я им говорю о том, что у них конты тупые, нужно подточить, он такой, да, и за пять лет ни разу не точил. Я говорю, а как ты на льду катался? Он такой, ну я не катаюсь на льду. Аккуратно. Аккуратно. Ну, выясняется, что он там не катается, а просто скоблится с лыжами снега, как бы, ну, это просто не поворот, не совсем. И когда человеку отправляешь сервис, он точит лыжи, выходит, а что, они так могут поворачивать? Так можно было? А что так можно было, да. А у них еще, как правило, лыжи там, ну, не профессиональные, они с большим углом заточки там выходят с завода, там, 90-м, грубо говоря. Раньше, по крайней мере, так было. То есть ты, как инструктор, перед тем, как взять себе ученика, проверяешь его снаряжение, если у него свое? Конкретно конты, ну, и состояние скользящей поверхности я обычно не проверяю. То есть я просто вижу уже в процессе, когда у него там какие-то трудности и смотрю, есть ли проблемы с этим. Как правило, все равно на курортах чаще всего люди с прокатным снаряжением, а там за ним следят и точат, и парафинят. Ну, если прокат, конечно, хороший, всякий бывает. У нас же подкаст для тех, насколько я понял, кто уже катается, и это, как правило, те, у кого свое снаряжение. Так вот, конты нужно точить, вот чтобы они были острые. Есть еще те, кто конты берегут. А я, конечно, сервисом профессионально не занимаюсь, но я сам точу все свои лыжи, что говорят сервисмены, и что я понял на своем опыте. Есть такое мнение, что я не буду часто точить, чтобы не тратить конты. На самом деле, чем чаще ты точишь, тем целее будет кант. Вот есть такое правило. Просто если долго не точить, возникают заусенцы, и чем глубже они, тем больше потом канта снимать. Если постоянно держать конты в остром состоянии, они прослужат реально дольше. Также очень советую регулярно парафинить лыжи. Все-таки скользящая поверхность это поверхность пористая, и она имеет свойство высыхать. Я советую делать это в течение сезона, и обязательно делать в конце сезона. Для того, чтобы пока ваши лыжи там лежат где-нибудь на балконе, или в кладовке, то просто скользящая поверхность не портилась. Особенно это актуально, как ни странно, именно на курортах Красной Поляны, где условия бывают разные, снег бывает липкий, и люди, бывает, выезжают на лыжах, они у них просто не едут. То есть, грубо говоря, они стоят на уклоне, там, ну, сколько там, градусов 20-30, а лыжи у них просто на месте стоят, при том, что они смотрят головой вниз. А когда поднимают лыжу, там на лыжи такой огромный кусок снега, прилипший, ну, тяжело же так кататься, правильно? То есть, лыжи нужно парафинить. И по поводу ухода после катания, я очень советую лыжи все-таки высушивать, просто чтобы они стекли. Есть такое понятие, у горнолыжников лыжа должна там стечь. То есть, лыжи там ставятся, грубо говоря, вертикально, с нее стекает вода, она сохнет, и потом ее укладывают уже куда-нибудь там в чехол. Просто я знаю много таких случаев, когда там человек, так, господи, чего уж греха-то и сам один раз так сделал, невысушенные лыжи, кинул в чехол, влага конденсировалась, и в итоге просто лыжи поржавели, то есть, конты, они стали ржавыми. Ну, с этим тяжело потом справляться сервисмену. Лыжи можно просто испортить. Вот эти моменты, которые я писал, для многих, возможно, покажутся банальными. Не поверите, нарушаются они просто регулярно. У меня даже был случай, когда человек нарушил сразу все три пункта. Приехала девушка кататься, заниматься, не каталась год. Девушка живет в Сочи. Так вот, она достала лыжи, хорошенькие лыжи, белые. Но то, что они белые, я знаю из каталога. Белыми на самом деле они не были. Они были все в грине, грязные, реально с ржавыми кантами. То есть, канты представляли из себя ржавчину. Я немножко обалдел, я спрашиваю, это что? Она говорит, ну, только это что, лыжи? Я говорю, я вижу, что лыжи, что с ними? Она говорит, они у меня в этом, в гараже лежали, я их достала. Я не понял, где этот гараж находился, а потом выяснилось, просто летом там были потопы в Сочи, и этот гараж залило глиной, грязью и водой, и они у него так и лежали. На этих лыжах кататься было невозможно, и я, естественно, отправил ее в прокат. Вывод из этого можно сделать только один. Внимательно следите за тем, в каком состоянии находится ваше снаряжение. Может, есть смысл сказать еще немножко про экипировку, про одежду. Я знаю, вот из истории Олега Кривцова, который мы тоже записывали в Сочи, его первый опыт катания, он признался, проходил в джинсах и в очках Рай-Бен. Но, тем не менее, кайф он получил и после этого влюбился как раз во всю эту горнолыжную историю. Как часто тебе приходится видеть таких ребят на склоне? Знаешь, Артур, я не придерживаюсь четкого мнения, что вот нужно только так. Можно вообще по-разному. И одеваться в том числе. Если вам нравится в джинсах кататься, ну, катайтесь. Просто это неудобно. Есть определенные каноны, как нужно одеваться, чтобы быть сухим, теплым и подвижным. Придерживаясь этих канонов, легко одежду выбрать. Бывают такие горнолыжные костюмы дорогие. Вот есть такое, знаете, такое понятие горнолыжная мода. Есть там, особенно для девчонок, и в Сочи там много таких ездят. А это может быть какой-нибудь дорогой, красивый, блестящий комбинезон горнолыжный с капюшоном, с мехом. Давайте так, ну, красиво. И девчонки, они же хотят красиво выглядеть на склоне. Ну, ради бога. Просто нужно понимать, что... Я скажу, что мы благодарны девчонкам, которые красиво выглядят на склоне. Продолжайте выглядеть так же красиво. Ну, можно по-разному красиво выглядеть. Но когда они подбирают этот костюм, они же только с точки зрения, как это будет выглядеть, смотрят. Некоторые не думают, что вот, допустим, узкий комбинезон, он, допустим, немножко на подвижность или там влияет, да? То есть где-то уже там сильно не наклонится, как-то динамично в нем не покататься. А тот мех, который находится на капюшоне, в связи с, допустим, тем же краснополяцким влажным снегом, да, хлопьем, который потом может превратиться в не очень красивую такую штуку, которая будет мокрой тряпкой висеть на шее. Так что тут все зависит от целей. Кто я такой, чтобы говорить, собственно, как конкретно нужно одеваться? Да, кто ты такой, Иван, чтобы говорить тут нам про краснополянскую горнолыжную моду и красивые комбинезоны? Я просто к тому, что если вдруг вы все-таки хотите такой горнолыжный костюм, такой очень дорогой, очень красивый, то есть модели, которые дешевле, но технологически они сделаны гораздо качественнее. Я сейчас не буду бренды перечислять, они же мне не платят денег, правильно? Но такие есть. И профессиональные консультанты вам подскажут, что это за бренды. Иван, вот сейчас хочу перейти к такой, наверное, для тебя актуальной теме. Она называется «Черные инструкторы». Объясни людям, кто это такие и как вообще черного инструктора отличить от инструктора, у которого есть реальная категория и может быть даже международное удостоверение, как у тебя. Более того, даже у черных инструкторов многих есть квалификация. У нас просто тема разговора была то, чего нельзя делать на курортах. Я категорически не советую пользоваться услугами черных инструкторов. Объясню почему. Сторонним человеку со стороны непонятно, в чем различие человека, который работает в школе, в профессиональной, и который работает вне школы. Я раскрою несколько нюансов, не вдаваясь в какие-то конкретные числа, просто чтобы было понимание. Если мы возьмем, допустим, Красную поляну. Есть инструктор, который работает в официальной службе, и у него есть определенная зарплата, то есть там ставка определенная, которая зависит от его квалификации. То есть, чтобы ему зарплату повысить, ему нужно повысить квалификацию, правильно? То есть, он будет стараться тренироваться, учиться, и работать на большую возвращаемость, то есть, чтобы человек пришел еще раз. Соответственно, а тот, кто работает вне школы, у него нет привязки зарплаты к тому, как он учит, как он показывает, как он демонстрирует. Ну, ему нужно фактически выкатать человека, и перейти к следующему. У многих там черных инструкторов это превращается в какую-то анимационную вещь, то есть, он становится человеком, которым хорошо там пообщаться, но по факту у него задача денег заработать, то есть, у него фактически зарплата зависит от того, как он договорится. Можно сказать, что с черным инструктором вы можете хорошо провести время, но не факт, что вы научитесь хорошо кататься. Вообще не факт далеко. Есть определенные факторы, которые влияют на то, что не очень хорошо получится накататься. Нет, вопросов нет. У меня есть знакомые ребята, хорошие черные инструкторы, но из всей массы это просто единицы, и найти такого очень тяжело. То есть, такие же хорошие ребята, но и гораздо больше качественные инструкторы, профессионалы работают в официальных школах. Как правило, в черную уходят те, кто не могут заработать хорошо официально. Но это я сейчас говорю конкретно о Красной Поляне. Допустим, если мы говорим про Москву, тут немножко другая ситуация. Но, знаете, я могу ответственно заявить, из тех, кто ушел в черную, вот еще ни разу я не увидел, чтобы человек после того, как ушел, начал лучше кататься или лучше работать. Все-таки, когда ты работаешь в службе, тебе есть с кем поговорить, пообщаться, возможно, кого-то поучиться. Есть человек, который смотрит обязательно, что ты людям говоришь, как ты учишь, как ты показываешь. это обмен опытом в команде, который позволяет человеку просто быстрее расти. Да-да-да-да. И это еще и система контроля. То есть, обязательно в службе есть контролирующие органы, там, в виде старшего инструктора, шеф-инструктора, там, старшего методиста. Есть регулярно тренировки, свои какие-то внутренние школьные аттестации. То есть, потерял ты навык или нет? Понимаешь ты, о чем говоришь или нет? Тебя, когда школа отправляет клиентом на улицу, там, да, заниматься, они же не знают, что ты им там рассказываешь. И вот для этого проводятся всякие такие контролирующие моменты. Если взять Красную Поляну, а чтобы вы понимали, ну, курорты такие недешевые, и то есть, туда неплохой такой денежный поток, да, поступает, да, в виде там туристов, которые приезжают отдыхать надолго. И там в виде черных инструкторов бывают такие персонажи интересные работают. Вообще иногда даже смотришь и не понимаешь, как вообще люди поверили, денег ему-то заплатили. Конкретно я видел там случай, какой-то мужик, не знаю, в кожаной куртке, в кроссовках, ходил по склону на розе хутор, значит, на учебном, и у него какие-то ученики летали мимо, и он им там кричал подсказки, что-то типа, руки там, давай, то есть, ну, мужик типа, я не знаю, как-то он их, видимо, убедил, что он тренер какой-то или что, ну, то есть, в кроссовках, не на лыжах, учил кататься. Инструктор-теоретик, что ты хочешь? Инструктор, это прежде всего же демонстратор, он даже показать же должен. Но это нормальный инструктор, мы же говорим про ненормальных. Там некоторые черные инструкторы в жажде там заработать денег, на лыжах учат сноубордистов кататься, но наоборот, я пока не видел, а вот то, что на лыжах учат кататься на сноуборде, такое тоже бывает. Инструктор такой на лыжах, говорит, куда там что на сноуборде делать. Есть же еще такая штука, ски-патруль называется, которая обычно работает на учебных трассах, то есть, она следит за том, чтобы черных инструкторов не было, потому что там некоторые реально, как таксисты там, как вот представьте, с аэропорта вы выходите, на вас таксисты нападают, вот то же самое, только на горнолыжке. Представьте, там ребята просто переписываются, нормальная история. Своя банда. Ну, это такие элементы работы, в этом ничего плохого нет, как бы, я просто говорю, что такое есть. Бывает так, что инструктор повезет вас на какой-то склон для вас, пусть не подходящий, как-то это обоснует, то есть, как-то аргументирует, а вы же не понимаете, правильно, нужно там действительно туда или нет. Он вам сказал, вы же ему верите, а по факту он просто едет на те трассы, где не будет патруля, так, чтобы у него просто дальше продолжают занятия, и вы ему заплатили денег. Я не говорю, что так все делают, я говорю, что такое может быть. Обеспечить хорошего инструктора вам сможет только официальная служба. Скажи, ну вот если ты на учебном склоне видишь явно черного инструктора, твои действия, что ты делаешь? Да, ничего не делаю, продолжаю. Просто бывает, некоторые еще и ведут себя не очень хорошо, не придерживаются, да, безопасности. Мне-то что, собственно, я ничего против не имею, там есть свои моменты работы, в черную, официально, просто кто-то выбирает варианты работы, и я с позиции как эксперта могу просто людям посоветовать, почему вот такими услугами можно пользоваться, а такими, допустим, нет. Вот, и что может быть? Итак, по-моему, мы за проведенное с тобой время здесь затронули практически все аспекты безопасности катания и тех ошибок, которые люди достаточно часто совершают и которые не должны совершать. Я надеюсь, что катание людей на склоне станет более безопасным, когда они прислушаются к тому, что ты посоветовал, исходя из своего опыта, но надо помнить, что безопасность нахождения на горнолыжном курорте не заканчивается при выходе тебя со склона, потому что есть такое приятное время при провождении после катания, которое называется опрески. Вот скажи, в твоей практике случались такие случаи, когда прошел хорошо день, на склоне все в порядке, а вот в конце его в баре кто-то что-то сделал не так, и пошло все не по тому сценарию. Ты очень правильно сказал, Артур, что многие вещи лучше делать как раз таки, когда опрески. Некоторые любят, допустим, пить глинтвейн или что покрепче, когда катаются. Давайте так, у нас тут сложный координационный вид физической культуры, которая еще представляет некоторую опасность. Категорически не советую даже бутылочку пива пить на склоне. Да, будете себя хорошо чувствовать, но это серьезно влияет на ваши координационные способности. Извините меня, там бывают сантиметры, решают, травмируешься ты или нет. А оно вам надо? Ну покатайтесь вы презвыми, а потом вечерком, уже с друзьями. То есть не просто же так называется апрески, правильно? Потому что переводится как после катания. А какие-то случаи, на самом-то деле, был такой случай, работал я в одной службе инструкторов, приехал мужчина и конкретно сказал, ребята, мне нужен пьющий инструктор. Но, чтобы вы понимали, это не значит, что они пили во время катания. Они просто катались весь день. Ну, мужчине просто хотелось, видимо, пообщаться с кем-то и покататься с кем-то хорошо катающимся. Ему выдали спортсмена одного серьезного, они катались весь день, а потом у них была еще прогулка по барам. Естественно, на следующий день просто не ставьте. Итак, этот пример нам говорит о том, что вы должны трезво оценивать свои возможности на склоне и проводить день на склоне трезво, а уже после этого, ну, фактически, можете делать все, что угодно в том самом знаменитом и любимом баре, в который вас отведет инструктор, если вы с ним установили хороший дружеский контакт. В рамках уголовного и административного кодекса. Иван, спасибо тебе большое за этот разговор. Я уверен, что он будет полезен тем, кто и так себя ведет хорошо на склоне тем, кто туда собирается впервые. Вот в конце подкаста у нас есть обычно возможность гостя обратиться к нашим слушателям. Может быть, ты скажешь им что-то, что касается горнолыжного катания, может, что-то другое, какой-то совет по жизни от Ивана Лузина. Да нет у меня какой-то прям мысли, которую я хотел бы поделиться, какой-то светлой, гениальной. Скажу просто, любите себя, свою жизнь и жизнь окружающих. Иван, спасибо тебе еще раз, что ты к нам пришел, уделил время. Я желаю тебе безопасного сезона 2019 года, хороших учеников и поистине приятных, позитивных эмоций от того дела, которым ты занимаешься. Надеюсь, мы встретимся с тобой в этом году на курорте Роза Хутор. Буду очень рад увидеть тебя и покататься вместе с тобой. Договорились. Пока. Спортмарафон Аудиоверсия